Как хатскером-то стать, скажи уже, а? Обфускация, криптование, банальная склейка, всё это реально рабочие способы. Году так в 2008-м. Ты никогда не хакнешь сеть Пентагона, не сможешь просто этого сделать. Наша жизнь слишком коротка, чтобы, будучи в здравом уме, потратить её на лицезрение чёрного окна терминала. Zip-файл, мамкины хатскеры. Хотите узнать, какой дистрибутив Linux самый толковый и анонимный? Как сделать так, чтобы любой антивирус игнорировал ваши ратники? И что действительно нужно смотреть и читать будущим специалистам, только-только начинающим свой путь в сфере информационной безопасности? Если да, тогда устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать развернутые ответы на эти, а также другие популярные вопросы, накопившиеся в комментариях на этом канале. Погнали! Сразу скажу, что львиная доля самых часто задаваемых вопросов под моими видосами и в личке в ВК это либо тотальнейший бред, либо откровенное проявление лени, выраженное в нежелании или неумении людей гуглить элементарные вещи. Но так как я, как и любой блогер, в некоторой степени уважаю аудиторию своих зрителей, поэтому сегодня я постараюсь отвечать максимально корректно и не ухать посторонних, по сути, людей, почём зря. А если уж где-то сорвусь, то, пожалуйста, не обижайтесь. Просто некоторые просьбы или запросы реально находятся за энными рамками здравого смысла. Ладно, давайте не будем долго запрягать и сразу же перейдём к вопросу, который мне задают по пять, а в дни выхода новых роликов бывает, что и по десять раз за день. Дэнчик, привет! Здарова! Я хочу начать свой путь в сфере информационной безопасности. Ну, начни хули, раз хочешь. Но совсем не знаю, с чего мне начать. Хочется постоянно практиковаться. Чувак, запомни, никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяй себе делать то, чего действительно хочешь. Желаешь постоянно практиковаться? Брось! Садись за учебники и читай зумные термины до блевоты. Главное это не делать того, что действительно хочешь. Так, что тут дальше? В наше время в любой момент теория может оказаться под рукой и бла-бла-бла. Поможете мне? Вот объясните мне, как этот человек представляет себе помощь с моей стороны? Вернее, даже не так. Какую реакцию он ожидает? Что я типа такой, прочитав это мега уникальное в своем роте письмо, подорвусь и такой Да этот человек нуждается в моей помощи, черт побери. Да что ж я сижу? Надо, надо срочно ему помочь. Самое время отложить все свои насущные дела и приступить к его практическому обучению в сфере информационной безопасности. Чтобы его путь был максимально успешным и прошел без сучка из-за дуринки. А вдруг этот парень чего-то не знает? Это же нужно его научить. Теории, да, теории вокруг завались. А ему-то практику подавай. Да блин, кому вообще эта унылая теория-то сдалась? Нужно сразу идти на взлом Пентагона. Никаких компромиссов. Я-я-я-я-я-я! Ладно, я вроде как обещал быть максимально корректным, просто данный вопрос действительно входит в топ тех, которые ну просто максимально дебильные. Смотрите, не важно с чего вы начинаете свой путь. Как правило, все, что вы можете найти бесплатно и в открытых источниках, это и есть начало вашего долгого, я повторюсь, в любом случае долгого путешествия. Кто-то начинает с того, что кодит в школе на информатике. Другой собирает себе первый комп, увлекается этим и начинает заниматься сборкой компов для овощных корешей под рук своей мамы. Иной просто случайно натыкается в телеге на ролик Денчика по взлому вафли, внимает, затем копит полгода на дешевый свисток с Алихи, заказывает, у него ни хрена не выходит. Снова копит полгода и продает лишнюю почку соседу барыги, шарящему в Даркнете. Через него же заказывает себе оригинальную Альфу вместо китайской говняной подделки. Вы слышите вот этот звук? У нее внутри что-то болтается. Пробует снова, попутно начинает штурмовать Linux, изучает подходы, тестирует варианты различных команд. И вот наконец-то у чела все получается, и он перестает платить каждый месяц по пятихатке за интернет. Его это дико моторит. Он вкладывает освободившееся бабло в книжки, покупает платные курсы, качает все, что можно найти на торрентах, попутно ловит на свой и без того еле шуршащий комп огромное количество вирусов. Начинает с ними бороться, с головой уходит в вирусологию. Блин, короче, это все к тому, что нет какого-то универсального рецепта победы. Начало пути у всех разное. Есть, конечно, некая база, которую хорошо бы иметь за плечами, но, поверьте, в долгосрочной перспективе это не так уж и важно. Главное это не забывать про две важнейшие краеугольные составляющие, которые являются основой вашего становления в любой сфере. Первое это сука увлеченность. Вот если вас реально не прет от того, что вы делаете, то хоть вы там умрите за этими многотомными профильными учебниками, хоть все свои деньги инвестируете в курсы теменитых вендоров, толку от этого никакого не будет. Вы будете постоянно бороться с унынием, зевать, отвлекаться на всякую хрень и даже количество ноликов, прибавляемых в перспективе к вашей зарплате, не смогут вас мотивировать должным образом. Пачка сигарет и пивасик. Короче, не пытайтесь себя насиловать. Если вас что-то не увлекает на все 100%, бросайте это к... Наша жизнь слишком коротка, чтобы, будучи в здравом уме, потратить ее на лицезрение черного окна терминала. Ну и вторая не менее важная составляющая успеха – это попытки. Причем неудачные. Чем больше вы делаете неудачных попыток, тем выше вероятность, что однажды вам фортанет. Это как с комьями грязи, которые дети швыряют о стену. Если очень долго целенаправленно кидать какое-нибудь говно, один кусок стопудов да прилипнет. Правда, потом обязательно скатится, если консистенция будет слишком жидка. Вот эта самая консистенция, то есть то, из чего состоит та грязь, которую вы швыряете о стену в попытках сделать что-то полезное, и есть та самая пресловутая мать-часть, о которой все так много п***ят в интернете. Говоря человеческим языком, это база. Причем преимущественно теоретическая. Поверьте, каким бы дурачком из деревни человек ни казался, если он грамотно, досконально проработал какой-то вопрос в теории, то на практике он рано или поздно стопудово его решит. А вот мамкин практик, который только на словах Лев Толстой, скорее всего сядет в лужу, предварительно потратив тьму времени, тыкаясь на обум и эксплуатируя старый добрый эмпирический метод проб и ошибок. Ну и потом, в любом случае, все равно пойдет восполнять пробелы в мать-части, ибо без базы, как уже говорилось ранее, никуда. И поверьте, я знаю, о чем говорю, ибо сам являюсь таким же вот горе-практиком, который постоянно надеется только на свои силы и русский авось. И да, из-за того, что я очень упертый, да плюс ко всему имею кучу знакомых в сфере благодаря своей блогерской деятельности, результат, как правило, получается положительный. Но время, затрачиваемое на решение того и иного вопроса, порой переваливает за все мысли мои границы. Так что, пожалуйста, не будьте как Денчик и сосредоточьтесь на базовых знаниях как можно раньше. Ведь с возрастом постигать что-то новое становится все труднее, да и многие вещи становятся тупо впадлу. Зачем, спрашивается, напрягаться, если можно просто взять, снять какой-нибудь видосик про запись в флешку и получить в итоге просмотров не меньше, а то и больше, чем после ролика, скажем, про Nmap или Wireshark. Ну, то такое, чисто моя больная мозоль. Если же говорить о каких-то конкретных советах касательно того, что почитать, посмотреть, какой курс лучше всего изучить, то тут на самом деле все достаточно просто. Изи. Сначала определяйтесь с веткой, в которой планируете развиваться. Если планируете топить все садмины или инженеры сетей, то тут могу расписать прямо пошагово, в каком порядке и что лучше всего изучать. Первонаперво, если вы совсем нулевой, то проходите курсы IT Essentials в случае наличия хоть каких-то денежных средств. Если денег нет от слова совсем, то тут тоже не вешайте нос. Просто берете и даете в газету объявление, что занимаетесь ремонтом компов и переустановкой винды в своем мухосранске. Дальше год, а лучше даже два года, тыркайтесь с различными проблемами юзерей виндузятников. Ковыряйте дешевые тачки, срывайте гнев на этих вот знаете, таких вот стрёмных старых железках. В идеале еще взять подработку в какой-нибудь госшараге с доступом к бухгалтерии, чтобы прям познать весь этот иникеевский трешачок, что называется с малых лет. Но повторюсь, если вам уже за тридцатку, и вы вдруг не с того не с сего решили сменить паленое поло менеджера по продажам на прикольную футболочку со столичного хакатона, то лучше сконцентрируйтесь на прохождении профильных курсов и чтении сопутствующей литературы. После наработки некой небольшой базы сразу переходите к прокачке трех основных скиллов, или китов, как их еще принято называть. Для сетевиков это Windows, Linux и навык работы с активным сетевым оборудованием различных брендов. В каждую из этих трех областей можно бесконечно качаться, ибо все эти модули одинаково интересны и не имеют как такового ярко выраженного потолка. По одной только сервачной винде в сети можно найти просто бесконечное количество хорошей литературы и нормальных обучающих курсов. Да ладно! На начальном этапе рекомендую обращать внимание на чтиво, где есть приписочка для начинающих, для чайников, для новичков и так далее. Такая литература, как правило, написана более-менее человеческим языком. Но в любом случае, тупо читать без практики это зря терять время. Нужно пробовать, хотя бы на виртуалках. Я так выстраивал свой собственный обучающий курс по винде. В нем вся теория сразу же закрепляется практикой. С линухой, правда, чуть посложнее. Умом всю систему без бутылки никак не осилишь. Да и дистрибутивов немерено, как клиентских, так и сервачных. Из последних рекомендую делать упорно центоз. Она чаще всего встречается на серьезных объектах. Ну а другие на линуксе, в общем, и не сидят. Для того, чтобы качественно отменить линьку, нужны мозги. А у нас с этим показателем в стране, мягко говоря, дефицит. В любом случае, простых способов познать все премудрости работы и администрирование юниксовых осей я пока не встречал. Для начинающих могу посоветовать свой курс по администрированию линьки, но, повторюсь, он не является какой-то там панацеей. В нем подразумевается, что вы уже худо-бедно умеете админиться винды и имеете за плечами опыт общения с виртуальными тачками. Поэтому совсем нулевым лезть в линукс я вообще не советую. Оставьте эту прерогативу на период, когда вы уже будете шоколадно устроены и рабочий график позволит вам изучать новые вещи, не подрываясь каждые 20 минут, чтобы обслужить прихоти глупых пользователей. Для успешного трудоустройства гораздо предпочтительнее будет научиться работать с различным сетевым оборудованием. Грамотно реализовывать коммутацию, пробрасывать порты, разбивать навланы, шарить в сабнеттинги и понимать, вот поверьте, не просто видеть, а понимать, от чего зависит безопасность вашей сети. Ну, Дэнчик, ёбану, урод. Какая к чертовой матери безопасность сети? Мы же тебя спрашивали про информационную безопасность. Как хаскером-то стать, скажи уже, а? Чуваки, я правда не понимаю, почему это для многих не очевидно, но факт. Люди реально не одупляют, что для того, чтобы что-то ломать, нужно сначала научиться что-то создавать, затем разобраться в том, как это что-то созданное можно защищать от атак, и только потом, разобравшись в элементарных правилах по защите, можно приходить к применению методов нападения на тех, кто этими правилами, в отличие от вас хороших, пренебрегает. Вот скажите, как эту простейшую аксиому можно вбить в голову юным адептам? Как они этого не понимают? Ну, нельзя, просто вот никак нельзя нарушить код программы, если вы в принципе никогда не видели, как программы устроены, как они пишутся и как работают. Хоть ты усрись, нельзя и всё тут. Так же и сетка, если ты не понимаешь, как работают протоколы, какие дыры в них существуют, как устроена среда, ты никогда не какнешь сеть Пентагона, не сможешь просто этого сделать. Даже и не мечтай, мамкин ты горе-взломщик. Хочешь действительно что-то понять в кипербезопасности? Тогда рекомендую обратить внимание на обучающий курс по данному направлению на образовательной платформе Skillbox. В рамках обучения авторы, в числе которых преподаватели из таких крупных международных компаний, как Alibaba Cloud, InfoSystems Jet и других не менее популярных конгломератов, научат искать уязвимости, предотвращать угрозы и обеспечивать комплексную безопасность IT-систем. По итогу в вашем портфолио будет 5 полноценных проектов. При этом опыт практического программирования на начальном этапе вообще не является обязательным, как в принципе и навык системного администрирования. Все это уже включено в программу курса вместе с приемами анализа сетевого трафика, базовыми принципами взлома сети и прочими прелестями, доступ к которым остается у вас постоянно. Нескучные онлайн лекции, домашки, куча реальных проектов, ну и конечно же помощь с трудоустройством в случае успешного освоения материалов курса. Для этого у Skillbox есть специальный карьерный центр, задача которого устроить выпускника на работу. В общем, если хотите присоединиться к этой движухе и реально повысить свою профессиональную квалификацию, переняв опыт у именитых международных экспертов, а не комнатных безопасников вроде меня, welcome! Ссылка на курс по кипербезопасности от Skillbox будет в описании. Первые 3 месяца бесплатно, плюс ко всему сейчас действует скидка 40%. Так что не протупите, бегом учиться. Окей, следующая категория вопросов, которые частенько задают в комментариях, это «Какой дистрибутив, по твоему мнению, самый толковый?» Ребзи, по моему глубочайшему убеждению, все дистрибутивы без исключения имеют право на существование. Сказать объективно, что какой-то из них хуже или лучше просто нельзя, особенно если дело касается Linux, где при должной сноровке все по сути можно допилить ручками. Каждая ось хороша для своих задач. Если вам важна оперативность, мобильность и ваша работа в основном происходит на выездах с левыми тачками, то это однозначно Tails. Что же касается вопроса про самую анонимную операционку, то тут пускай будет Hoonix. В ней хотя бы реализован механизм действительно обнушающий доверие с точки зрения именно профессионального подхода к задаче. А вообще, если вы намерены копать максимально глубоко и надолго, то обязательно надыбайте себе Linux from Scratch. Офигенная тема. Если осилите, то сможете затем отнуть мозг до Beyond LFS и просто улететь to the moon, теша свое CSV. Правда, глаза от Моника после этого марафона будут в буквальном смысле краснее месячных вашей бывшей, а жопа площадь, чем извилины у пользователей винды, но зато идеальный дистрибутив буквально выйдет из-под ваших ладоней. Конечно же, я не мог не затронуть тему ваших любимых всрадников. Начнем с банального. Какой же из них, по моему мнению, самый толковый? Ответ, в принципе, такой же, как и с дистрибутивами. Все они плюс-минус очень похожи. По сути, это банальные проги для удаленки, в одних из которых реализовано чуть больше фишек для фана, нежели чем в других. Сам лично не пользуюсь никакими. Полный пиздеж. Не потому что не умею, а тупо незачем. Я как системный администратор и так официально имею фул доступ практически ко всем компьютерам на объектах. Так зачем же мне еще крысить и заморачиваться с какими-то полувирусными программами? Я и серию роликов-то снимал прошлым летом тупо для того, чтобы нагнать шоколадронов для увеличения числа сабов на этом канале. За что, кстати, впоследствии и поплатился. Сабов-то набежало нормально, только вот ютубчик потом стал банить мои ролики чуть ли не каждый день. В итоге, даже сейчас, я не могу снимать ничего, что так или иначе связано с инфобезом, так как это моментально сагрит алгоритм на канал. Это к вопросу о том, будут ли новые ролики про ратники на андроид. Честно, я пытался снять хотя бы одно видео. Попробовал Ахмут, Дройджек, несколько версий Спайнота. Короче, вот все, что раньше работало, я попробовал. И нифига. Ничего из-за этого нормально у меня не взлетело. Я хэзэ, с чем это может быть связано. Может какой-то ведрофон мне неправильный. Так что видосик про всрат для ведра даже в телеге выкладывать я пока не планирую. Если кто скинет рабочую апку и тезисы для сценария, сделаем. Вообще не вопрос. Но пока только один комрад попытался помочь мне решение в этой задаче, что-то пролюбил мне мозги неделю и слился в итоге. Что же касается того, как сделал так, чтобы антивирус не видел ваши ратовые создания, то тут вариантов на самом деле хватает. Обфускация, криптование, банальная склейка. Все это реально рабочие способы. Году так в 2008. Сегодня же такие вещи на расу упаливает даже встроенный Дефендер от Мелкософта. Так что единственный реально рабочий способ подкинуть крысу, это либо заранее выключить самому защиту на конечном компьютере, либо подвести жертву к этому шагу, убедив своим красноречием. Но тут уж сами понимаете, не каждому дано вещать как Троцкий. Социальная инженерия это вещь куда более энергозатратная, нежели клацанье мышкой. О, кстати, вопросы о социнженерии. Частенько спрашивают, какие же книги я посоветую для изучения этого направления. И тут моя рекомендация, мягко говоря, нестандартная. Ибо для быстрого, а главное успешного старта в социалке, я советую читать книги Алекса Лесли. Как показывает практика, базовых приемов пикапа и знания психологических портретов обоих полов с лихвой хватает для убеждения практически любого среднестатистического хомячка. Тут главное чаще практиковаться. Люди сами по себе существа очень гибкие, и их поведение достаточно легко прогнозировать. Так что следуйте советам от Алекса, и будет вам счастье. Окей, друзья, это был последний вопрос на сегодня. Если зашел данный формат такой вот простодушной беседы, то не стесняйтесь и ставьте лайки под этим видосом. Соберете добрую пятихаточку, и я сделаю вторую часть от видоса. В ней мы сделаем краткий обзор путных хатсерских фильмов с сериалами, поговорим об анонимных VPN-сервисах, и обсудим аргументированно, почему же я так ярко плю за Linux. Так что прямо сейчас обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Ну а я в заключении хотел бы пожелать всем удачи, успеха, и самое главное, отсутствие дурацких вопросов со стороны людей, ленящихся прогуглить элементарные вещи. Берегите себя и свои данные, будьте анонимны до мозга костей, и не забывайте про информационную гигиену. С вами, как обычно, был Денчик. До новых встреч, мои кайфные дружи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!